А это никакой разницы, вы ее не заметите. Это все, что старше 30 лет. То есть, соответственно, практически мы пытаемся отфиксировать это эпохой Советского Союза. То есть здесь вы можете встретить как вещь за 10 рублей, так и за миллион. Мы пытаемся здесь, скажем так, создать некую такую платформу, на которой будет развиваться такой некий клуб по интересам. То есть, чтобы люди сюда могли прийти, могли показать, что у них есть, реализовать. Это на самом деле просто, ну, назвать рынком – это смешно. Здесь, скажем, продажи абсолютно такие низкие, и это больше, скажем, люди выходят сюда для пообщаться. Ну вот, где у нас реклама? Вот смотрите, вот эта вот радиола, например, стоит 5 тысяч. Да. А вот эта вот радиола, например, стоит 100 тысяч. Это ценная. Я ее даже не беру сюда, чтобы не разбить. Она стоит в коллекции, если кто-то заинтересуется. А эта 5 тысяч – такая стояла очень у многих. Если в 19 веке предметами коллекционирования являлись предметы искусства, да, фарфор, то в 20 век – век техники, и вот технические – мотоциклы, автомобили, радиоприемники. Это вот и есть теперь предметы антиквариата и коллекционирования по 20 веку. Технические антиквариаты. Эта идея новая, ничего подобного я, по крайней мере, на территории России не знаю. Ну, если не брать во внимание какие-то наши старые автомобильные рынки, которые давно себя изжили. А это именно ретро-маркет с небольшим таким автомобильным рынком, куда может владелец ретро-автомобиля приехать и выставить его на продажу. Есть условия – машина должна быть старше 30 лет, и она должна быть оригинальной. Жалко, конечно. Машина красивая, яркая, но когда чем-то увлекаешься, всегда хочется пополнять свою коллекцию все более и более новыми и редкими экспонатами. А чтобы купить новый редкий экспонат, ну, нужно что-то продать. Что это такое? Ну, идея хорошая, особенно ориентируясь на такие образцы, которые редко встречаются все-таки в нашей стране. Волга – это более распространенная машина. У меня и у отца была 24-я Волга. Ну, в состоянии, конечно, похуже. Я вообще люблю ярмарки. Я вообще люблю там, где люди что-то продают такое душевное, да, нестандартное. Люди что-то нестандартное, эксклюзивное. Кому-то что-то напомнят, да, из своего прошлого. Кого-то позовут дальше, дадут какой-то, да, ну, какой-то тонус какой-то придадут, да, и человеку захочется сделать, глядя на эти вещи, какие-то чистые дела, светлые. Ну, в общем, чтобы все нашли друг друга здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!